Добрый день, уважаемые жители республики. В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике напряженная. За прошедшие сутки выявлено увеличение количества новых случаев, и за сутки количество выявленных случаев составляет 242. Необходимо обратить внимание, что в городе Якутске количество случаев составляет 148 случаев. В основном это случаи зафиксированы среди взрослого населения. Остальные случаи практически в каждом из районов республики есть выявление новых случаев. Сегодня основной акцент как учреждения здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по республике делают на раннее выявление случаев и, соответственно, принятие мер для того, чтобы непосредственно улучшать ситуацию и в данном направлении. На настоящий момент во время заседания республиканского штаба, который прошел сегодня у главы республики Саха и Кутя, Айсен Сергеевича Николаева, были поставлены задачи, прежде всего направленные на ситуацию по исполнению указа главы, подписанного в пятницу. Необходимо обратить внимание на базовую позицию данного указа. Она связана с усилением обязанностей, которые возлагаются на работодателей. На настоящий момент ранее рекомендуемая термометрия работников для всех работодателей на территории республики является обязательно. Контроль за исполнением данного пункта будет осуществлять Министерство труда и социального развития республики как орган, отвечающий за охрану труда на территории. Необходимо обратить внимание, что оценивая ситуацию в лусах республики, на настоящий момент очень четко поставлены две задачи, которые исполняются. Это увеличение количества и создание резервного количества коечного фонда в инфекционных стационарах и полное обеспечение аптек и больниц соответствующими лекарственными препаратами. Наши лаборатории также продолжали вторую неделю работать без выходных. За сутки проведено 5267 новых исследований. Ряд районов республики уже частично перешел на иные формы тестирования, но по исследованиям методов ПЦР республика остается среди лидеров, и в том числе произошло увеличение и на прошлой неделе во всей Российской Федерации. Сегодня 5 наших работников учреждений здравоохранения вылетели в город Москва. По соглашению с Департаментом здравоохранения Москвы до конца года 15 наших медиков со всей республики пройдут повышение своего рода квалификации в ведущих клиниках города Москвы. И, соответственно, первое обучение сегодня начнут у нас наши 5 коллег, врачей. И, соответственно, я думаю, что опыт для каждого из них будет взаимным. Необходимо также обратить внимание на то, что заключены все государственные контракты по поставкам лекарств для амбулаторного лечения, и мы заканчиваем поставку лекарств за счет республиканских средств нашей поликлиники на этой неделе, тех лекарств, которые нужны амбулаторным больным за счет республиканского бюджета. Кроме того, на этой неделе ждем поступления новых аппаратов искусственной вентиляции легких и, соответственно, произведем как в том числе замену, так и увеличение кислородного фонда, так и фонда искусственной вентиляции легких в наших больницах для улучшения оказанных услуг. Продолжение следует...